Всем привет! Сегодня воскресенье. Что-то случилось с моим видео. Написали вы комментарии, что там остановилось изображение. Я посмотрела. Действительно как-то глюк, прям глюкануло хорошо так. В общем, у меня в моём телефоне всё смонтировано хорошо, картинка движется, всё прекрасно. А в YouTube выложила, и там картинка остановилась, и 25 минут, 10-15 минут речи без движения картинки. Поэтому я сейчас прямо вам залью заново этот кусочек. Может, кому-то надо, когда картинка движется, смотреть. Там на самом деле в конце-то, да, я там вот этот поток показываю. Вот. Так что, you are welcome. Повторное видео. Приятного просмотра. Вот, смотрите, в тот день, когда мне было плохо, уже после первых гостей, я легла, и в 5-6 часов я умирала. И если бы не пришли следующие гости, я реально бы себе внушила бы всё, что угодно. Я бы лежала, пряталась под одеяло от мигрени, умирала бы от того, что я не могу обслужить детей, развлечь их, веселить. А тут пришли гости, и всё, что от меня требовалось, это порезать, помыть и уползти к телевизору на 2 часа. И дети сами один вечер с ума сходили, другой вечер вот здесь на кухне смотрели свой фильм. И я не грузилась своими мыслями. То есть гости – это всё-таки хорошее переключение. А когда ты лежишь, тебе болит всё плохо, усталость, наверное, давление, неважно. И ты себе это внушаешь, ты вот эту болезнь, получается, генерируешь, ты её подпитываешь своими мыслями, всю из себя отдаёшь этой болезни. И она радостно вырастает. Не слушайте, если вы это не верите, промотайте. Поэтому, если пришли гости, ты хочешь, не хочешь, ты переключаешься. Тем более это гости без мужчины. Никого обслуживать не надо. Я сказала, я уставшая, я села и сижу. Всё, я много убирала, но если бы это были гости с каким-нибудь папой, то однозначно нужно было бы протереть столы, подать это, подать то. Кстати, хочу сказать, что вот тот чужой папа, который у нас был первый раз в жизни, ничего не спрашивая, включил чайник и налил себе чай. Потому что дома он всё время всё делает, и даже ему в голову не пришло попросить чай. Он всё делает сам, представляете? Вы мне писали такой комментарий, что это глупости, что замужем женщина всегда готовит, что бывают другие случаи. Да, бывают, но очень редко это вам повезло кому-то. По поводу голоса. Я не простужена, нет. Всё гораздо-гораздо хуже. У меня очень большие проблемы со здоровьем. Вот тут ничего у меня не болит, я не простужена, у меня ни горло не болит. Ничего. Это другое. Не берите в голову. Я хоть чуть-чуть сейчас говорю, я очень часто молчу. Утром молчу, вечером молчу. У меня очень большие проблемы. Всё, жизнь продолжается. Едем в полиглотики. Мою голову. Похоже, уже делаю ингаляцию, да? Мою голову, потом ингаляцию чуть-чуть. И варю суп. Всё. Всех люблю. Не знаю, что-то сниму. Вам уже, наверное, надоели наши полиглотики. Пока. Мы с Викой дошли до машины каршеринга. Не смогли в неё сесть. Из-за того, что она просто утонула по пол колеса. Ночью началась всё тепель резкая. И всё поплыло. Мы отменили каршеринг. И взяли другую машину. Слава Богу, во дворе находилось сразу пять машин. Вот всё поплыл. Просто город утонул. Деревню Гадюкина смол. Самую большую лужу я не могла вам показать. У меня был шок. И надо было двигаться вперёд. Сзади меня ехали. У нас в Парглаве тоже есть теперь такая лужа. Как раньше была на Парнасе в своё время. Вчера на Хавале мы доехали сюда, в полиглотике. Из Парглава на Парнасе за 212 рублей. Это очень круто. Просто они стояли на переезде и раз приехали. Это просто супер дёшево. Супер комфортно. 200 рублей, представьте. Понизились цены на каршеринг. Представляете, зимой они были 14 рублей за минуту. А сейчас вот мы едем за 8 рублей за минуту. Потрясающе просто. То есть они зимой специально поднимали цены. Я думала, конечно, цены навсегда поднялись. Но нет. Цены поднимались именно потому, что морозы и людям некуда деваться. Дорогие друзья, оказывается, стихийное бедствие гораздо больше, чем предполагалось. Мы во дворе не заметили. У нас нет ветра. Оказывается, с ног сдувает. 10 метров в секунду мы не могли от машины дойти до полиглотика. Вдоль дома у самой стенки нас сдувало. И ещё гололёд. И Вика не могла идти. Её уносила назад. Я её тащила вперёд. Я вообще не могу идти. Я промочила ноги. Ну, не очень. Не очень сильно, но промочила. Вика промочила очень сильно. Там не выйти. Машину негде поставить. Всё занято вообще. Смотрите. Вот лужи такие. Это я в самом неплохом месте стою. Там ещё глубже в других местах. Мы вышли прямо в лужу. И встать вообще не надо. Весь двор припаркован. Тут ещё такой двор, что магазинчики. К ним приезжают большие машины. И поэтому я не отпустила машину. Я в ней сижу. Я не могу идти, потому что вот эти машины могут захотеть уехать. Вот. Я её так бросила. Ушла, отвела Вику. Через пять минут пришла. Уже я мешала. И я отъехала. Это парнас. Кому интересно. 28 этажей домики. В общем, что-то я вообще в шоке. А в шоке я почему? Потому что у меня ещё встреча. И я еду на эту встречу вместе с Викой. Я сижу в закрытой машине. Это называется режим ожидания. Стоит эта машина сейчас меньше пяти рублей. Ну, считайте, пять рублей минута. То есть за тридцать минут, пока Вика будет заниматься. Ну, плюс мы просто опоздали всё-таки. Опоздали, да? Тридцать минут, получается, это сто пятьдесят рублей плюсом. Я думаю, пускай сто пятьдесят рублей. Просто мы отсюда вообще не сможем уехать. Мы утонем в этих лужах. Ну, такси будет стоить нам дорого. Ехать нам очень далеко. Я в шоке от происходящего. От того, что я не могла удержать её за руку. Мне больно. Я её не могу держать. Она отпускает свою руку. Я кричу, ты что отпускаешь руку? Но она, видимо, ну, интуитивно, типа она самостоятельная. Видите, шапочку я осенью покупала, но не поносила. Там на самом деле тепло. Вы не поверите, там тепло. Короче, я её тащу за руку. Она вылетает обратно, отпускается. Я кричу, держись. Я говорю, почему ты отпускаешься? Она говорит, я не знаю. В общем, она вся мокрая, мы напуганные. Скинули одежду, пошла, ну, неспокойно пришли на урок. Хотели спокойно прийти. Многие так стоят, родители тоже там сказали. У вас что сегодня во дворе? Негде встать. И вот так сидят все. Ну, вот смотрите, комментарии от мужчин и зрителей. Я очень ценю мужские комментарии. Они всегда по делу. Я могу ответить на вопрос по поводу ЦДС Паркова в Парголово. Эти дома строятся и уже застроились некоторые. И уже люди там живут. Значит, что я наблюдаю за один год? Был недостроенный дом за год. Дом достроился. Люди заселились. Здесь все сверхбыстро произошло. Внизу моментально открылись все виды магазинов. Озон, пекарня, шаверма, аптека. Все, что нужно. Дальше ЦДС Паркова и рядом стоящий. Это один квартал по плану. Он будет очень густо застроен. Очень густо. Из этого мы какой вывод делаем? Что там будут нереальные пробки. Просто нереальные пробки. По плану строительства дорог. Кому интересно. Только в 30-м году где-то возьмутся. В 28-м, в 30-м, в 32-м забыла. Возьмутся за строительство третьего выезда из нашего микрорайона. Парк Голова очень большой. Наш микрорайон называется поселок Пригородный. И там два выезда. Оба они оборудованы переездами железнодорожными. То есть везде можно постоять. Третий есть, ну фактически, он разветвляется просто. Он есть еще дорога на Каменку. Но считайте как два. И как бы третий планируемый хороший выезд на парашютную улицу, выстраивается эта дорога будет только в 30-х годах. Поэтому вот думайте сами, будут бешеные пробки. Если у вас график не привязан к пробкам, конечно, прекрасное жилье. Рядом лес. Они часть его вырубят. В другой стороне все равно будет лес. Недалеко до Када. Недалеко до Выборгского шоссе. Но просто новое, красивое, чистое жилье. Если вас не волнуют пробки в 8 утра и, соответственно, потом в 5-6, то там все прекрасно. Если вы можете себе позволить, как я, ездить в другое время, либо не ездить вообще, например, работать дистанционно, то все прекрасно. Если на машине каждый день едет на работу и обратно, это просто через пару лет будет просто трэш. Надо будет выезжать очень рано, чтобы не попасть в эти пробки. То есть в одну сторону у вас будет переезд, а в другую вы просто на эту дорогу, на каменку не попадете, пока не преодолеете пробку, которая уже сейчас начинается. Я абсолютно спокойно отношусь к пробкам. Я вам говорю это таким голосом пугающим, потому что знаю, что многие не любят пробки. Я не люблю пробки с точки зрения траты своей жизни. Все, я абсолютно спокойно к ним отношусь. Я никак не нервничаю. Я смотрю видео, слушаю музыку, чего и вам желаю. Вот что я думаю по поводу этой застройки. С какой целью спрашиваете? Я вас также спрашиваю, дорогие друзья, что вы думаете про недвижимость, где сейчас безопасно жить по-прежнему. Меня очень волнует этот вопрос. У меня прямо пунктик на этом моменте. Где безопасно жить? Пока все. На перекрестках просто валяются куски машин, куски бамперов. Видимо, утром был абсолютный гололед. Было много аварий. Хочу вам показать лужу, но когда вижу лужу, то не могу достать телефон. Сейчас поймаю, так поймаю, если получится. Поехали. 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 Продолжение следует... Возвращаемся домой Просто катастрофа на дорогах какая-то И нельзя ехать быстро из-за пешеходов, что их можно облить И в этих лужах не видно, если незнакомое место Есть ли там яма Вот же она лужа Но жаль, что по ней никто не едет Вы не видите ее глубины Сейчас мы поедем Мы поплывем И я вездеход Это машина-амфибия У меня рука отваливается У меня тоже рука отваливается Типа мы молодцы такие Русские девицы приперли Кучу дешевых продуктов Не тысяча четыреста Полтора пакета Лучшее изобретение человечества Это фунчоза Потом научу готовить Кстати, вы уже знаете, что это овощ Загуглите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она расстроилась немножко Почему она расстроилась? Ой, как это ни странно Вдруг навалилась работа Это я уже разделась Я сейчас выглядела прилично Кофточки такой Была с серьезным лицом Проводила психолого-педагогическую консультацию Как не отбрыкивалась Очень и очень попросились Пришли с девочкой С трудной, коррекционной С СГВД, с органикой В общем, окунулась я в прошлое Как я не упиралась И говорила, что я вас научу заниматься Хотят, чтобы занималась я В общем, у меня будет работка такая новая Раз в неделю А сейчас я уже работаю няней Мне привели двух мальчиков на 4 часа Время позднее Вот, и я должна буду их еще и спать положить сегодня Но я зато заработаю денежку Порадуйтесь за меня Мама, можно? Мама, можно? Татьяна, я хочу поливать Так Ботиночки сам оденешь? Костя, сам оденешь ботиночки? Можешь, положи баночку Можешь Все, сам можешь Это сандали Да, сандали, да Сандали, да Я буду у вас чай пить, а вы будете спать А давай слова теперь Молодец, молодец А давай теперь дальше Молодец Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!